И снова здравствуйте! С вами канал Еда на любой вкус. Я думаю, что самое время приготовить вкусную окрошку. У каждой хозяйки свой рецепт окрошки. Я поделюсь сегодня своим. Итак, чтобы приготовить окрошку, нам понадобится картофель. Картофель я варю в мундире. Картофелю нужно 350 грамм. Это вот три средних вот таких картофелины. Еще потребуется отварить яйца. Яйца берем 4 штуки. Колбаса 250-300 грамм. Колбасу можно взять любую. Вареную, полукопченую, копченую. Либо мясо. Мясо тоже можно взять. Либо курицу, говядину. Все, что у вас будет под рукой. У меня сегодня это полуколченая колбаска. Вкус окрошки. Мне нравится с ней больше. Конечно же, свежий огурец. Огурец у меня вот такой большой. Мы будем брать чуть больше половины. Потребуется 200 грамм. Еще возьмем редиску 100 грамм. Где-то приблизительно 7 вот таких средних редисочек. И зелень у меня сегодня лук. Можно добавить также петрушку и укроп. Зелень добавляем по вкусу. Нужна будет еще соль, черный перец. И готовить окрошку я буду на обычной воде. Кто-то готовит на кефире, сыворотке, минеральной воде. Мне же больше нравится на обычной воде. Воду я закипятила и охладила. Она у меня очень холодная. И еще нам понадобится майонез. И для кислоты мы добавим лимонный сок. У меня сок лайма. Можно взять обычный лимонный сок, лимонную кислоту. Либо добавить немножечко столового уксуса. Вареный картофель очистим от кожуры. Картофель порежем кубиком средней величины. Мельчить не нужно. Но и крупнорезать тоже не стоит. Вот такой вот величины кубики должны у нас получаться. После картошки нарезаем колбаску. Колбаску нарезаем такими же кубиками, как и картошку. Такие вот кубики. Вареное яйцо мы очищаем и нарезаем таким же средним кубиком. Редиску разрезаем на две части, затем еще наполовину. И тоненько нарезаем. Вот таким вот образом. Если у вас нет редиса, его можно и не добавлять. Возьмем чуть больше половины огурца. Как раз здесь получится 200 грамм. Огурец мы тоже разрежем на кубики средней величины. Можно порезать соломкой. Вообще все продукты можно брать в разных пропорциях. Как кому больше нравится. Можно добавлять меньше картофеля, больше огурца. Можно не добавлять редис. Можно также желтки смешивать с заправкой. И уже потом добавлять в окрошку. А белки также режем на кубики. И теперь порежем зелень. В моем случае это лук. Если вы добавите укроп или петрушку, это будет еще вкуснее. Я беру чашечку побольше, чтобы было мне удобнее перемешивать. Солим по вкусу. Также добавляем перец. И все перемешаем. В принципе уже получается готовый салат. И теперь самое главное. Если окрошку вы съедите сразу всю, то разбавляйте ее сразу водой. Если вам потребуется совсем немножко, овощи мы храним отдельно в холодильнике. И отдельно храним мы холодную воду. И непосредственно перед употреблением мы делаем следующее. Берем столько, сколько нужно нам. Добавляем майонез и перемешиваем. Майонеза много добавлять не нужно. И теперь доливаем сюда холодной воды. Делаем окрошку по густоте, такая, как вам больше нравится. И перемешиваем. Очень удобно разводить окрошку перед подачей на стол. И уже добавляем лимонный сок, либо уксус, либо лимонную кислоту. По вкусу. Ну все, наша окрошка готова. Перекладываем ее в порционную тарелку. Ну что ж, окрошку мы приготовили. Такая окрошка понравится больше тем, кто не любит молочные продукты. Готовьте вместе со мной. Обязательно подпишитесь на канал, если вы еще не подписались, чтобы не пропускать новые рецепты. Пишите в комментариях, как готовите окрошку вы. Ставьте лайк, если вам понравился рецепт. И до скорой встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok